Понимаете, будущее, о котором мы мечтали, в какой-то степени уже наступило. Вот был путинский расцвет, нефть по 100 и гламур. Давно, сто лет назад, был протест, который захлебнулся. Крым наш, путинский застой. И вот оно, пошла движуха. А почему? Потому что одного парня не смогли до конца травить. Он выжил и вернулся, его посадили. Ну и поэтому тоже. Но и потому, что достал нелепый бункерный дед. Опасный бункерный дед. Будущее наступило не потому, что все как один за Навального. Будущее наступило, потому что бункерный дед совсем уже никак не вписывается в реальность. Байден на 10 лет его старше вписывается, а дед нет. А, ну да, не будем эджистами. Можно и в 30 быть дедом или бабкой, ради справедливости. Ляпнула же тут на днях Матвиенко про искусственный интеллект. Страшновато, потому что, не дай бог, утром проснешься, а вместо мужа рядом чайник. А по-моему, хорошо. Проснулась, а рядом чайник. Чайку попила, брови навела и на работу. Вечером домой приходишь, а там муж. Потерпела немножко, потом включила искусственный интеллект. Бац! И снова чайник свежий, чайку попить. Удобно. Не надо бояться чайников, Валентина Ивановна. Ну вот они такие. С чайниками и акводискотеками. Ну они, конечно, есть. И сидят каждый на своем троне. Но они в прошлом. Будущее без них наступило. Но они об этом не знают. Не докладывали. Дураков-то нет. Конечно, Навальный будет сидеть. И срок получит большой. И не один. То есть сначала один, потом второй, потом посмотрят. И это, конечно, библейский подвиг Навального. Прямо даже жалко, что наши православные не читают Библию. А то бы они оценили. На всякий случай. Библия – это не брошюрки про житие Святой Матронушки. Это другое. Будучи девушкой немолодой и памятливой, я расскажу вам, что будет дальше. Нет, не с Навальным. А со всеми с нами. Давным-давно на заре путинского гламура Ходорковский тоже вернулся, зная, что его посадят. Он рассчитывал года на два на три. Получилось десять. Но дело не в нем. Потом по лекалу дела Ходорковского были решиты тысячи дел на никому неизвестных людей. Потому что так было удобно. Потому что так было разрешено. То же самое сделают с нами. Но по лекалу Навального. А оно сильно хуже, чем лекала Ходорковского. Часики-то тикают. Прогресс не остановить. Они будут это делать по Навальному. Отравили, убили, но бывает. Не открывать же из-за таких пустяков уголовные дела. Ах, вы выжили? Вам это не понравилось? Посадим надолго. Судья приедет к вам на дом. В больничную палату или в обезьянник. И арестует. А может быть, вы в метро катаетесь? Очень хорошо. А чем метро отличается от химиканской мусарни? Да ничем. Все мы граждане РФ. Все это территория РФ. Здесь на пересадке. И приговорим. Тут и судья же пересаживается. Вот и мантию нес с собой в портпледе. Кто сказал, что Навального так можно, а вас нельзя? Теперь всех можно. Вот это будущее, которое наступило. Его уже можно посмотреть, о нем можно почитать и пощупать руками, если вы пощупаете себя. Это было бы страшно, если бы это было начало. Но это конец. Конец может длиться долго, но не бесконечно. Мы видим начало конца и, конечно, увидим конец конца. Если честно, мое поколение просрало свой шанс. Но мы ценны тем, что на нас можно учиться, как не надо. Сделайте уже, как надо. И вдало царе!